Эти люди буквально живут на работе. Находиться здесь круглосуточно действительно непростая задача. Однако сотрудники пансионата не дают себе унывать. Из работы и постоянного общения с коллегами извлекают только хорошее и сохраняют позитивный настрой. Как ваше настроение там? Отличное, бодрое. Замечательно все. Я уже говорю всегда, что мы с первой смены для себя выбрали девиз, что не тосковать в ожидании, а радоваться в предвкушении. Это уже вторая смена. 80 человек несут двухнедельную вахту. Перед заездом каждый прошел тест на коронавирус, чтобы получить допуск к смене. В свободное от работы время развлекают себя игрой в нарды или бадминтон. Занимаются спортом или даже благоустройством территории. Признаются, единственное, чего не хватает – общение с близкими. Безусловно, соскучились, конечно, но... Мы уже приведены здесь. А и приведены. Да, приведены. Хорошо есть видеосвязь, всегда можно позвонить домой, что дом побыло. Ну, мы тоже понимаем, что мы здесь работаем. И такая работа вознаграждается. По поручению президента России Владимира Путина, работникам социоучреждений с круглосуточным пребыванием полагаются существенные надбавки к зарплате. Финансовая поддержка носит не только мотивирующий характер. Это знак благодарности за труд и значимый вклад в борьбу с распространением коронавируса. Наша основная цель – это не допустить проникновения новой коронавирусной инфекции в учреждения. Поэтому, какие еще доводы могут быть здесь? Мне кажется, по-моему, это самый такой актуальный довод, чтобы наши подопечные были живы, здоровы, ну, соответственно, мы за собой сохранили рабочие места. Прошла половина этой смены, и сотрудники уже готовятся к следующей, которая начнется для них с 8 июня. Вернутся домой, повидаются с семьей, а через две недели снова на работу. Андрей Фазеев, Алексей Гриднев, Новости губернии. И вторая половина – это 8 числа, до следующего.